Более 1100 школьников посетили тюменские предприятия со знакомительными экскурсиями. Их проводят для того, чтобы помочь подросткам с выбором будущей профессии. Упор делают на рабочие специальности. Все согласно поставленной президентам задачи. Создать 25 миллионов рабочих мест к 2020 году. Как это делается, увидела Евгения Зубцова. Одними пластинами идет теплоноситель, другими горячая вода. Таким образом она нагревается, уже питьевая вода поступает в дом. На пальцах Геннадий Орловский показывает школьникам, как работает тепловой пункт. Ребята ученики 7 класса и только-только начали изучать физику. Поэтому многое непонятно. Зато они уже сейчас задумываются о будущей профессии. Сегодня знакомятся с коммуналкой. Как это вообще все сделали? Тут столько труб. Ну, прикольно, да? Интересно. Не знал раньше об этом всем. Подобные экскурсии в Тюмени проводят раз в неделю. За этот год ученики разных школ побывали в салоне красоты, мясном цехе, аптеке и даже на УГМК. Знакомство с производством необходимо, чтобы дети могли определиться с будущей профессией. Я хочу быть инженером, поэтому сейчас я занимаюсь робототехникой. Инженером в какой сфере? Ну, строить вертолеты, самолеты. А между тем профориентация детей начинается еще с детского сада. Но основная работа проходит, конечно, со старшеклассниками. Когда им пора готовиться к поступлению в ВУЗы или СУЗы. За этот год более 1100 школьников посетили предприятия. У нас в городе утвержден новый профориентационный проект «Готовый к будущему». Именно в этот проект входят такие проекты, как перспектива для учащихся восьмых-девятых классах, уроки технологии в восьмых классах и проект «Стратегия жизни» для десятиклассников. Задача, поставленная президентом, создать 25 миллионов рабочих мест к 2020 году. А будущих работников нужно ориентировать на востребованные профессии. В той же коммуналке нехватка кадров. Если судить, допустим, ЭТР, в последнее время у нас, я сижу, у нас много очень молодежи. А рабочие в основном, много пенсионеров работает и предпенсионного возраста. Видать, наверное, молодежь не очень стремится на рабочую профессию. Впереди у школьников много экскурсий. Сейчас идут переговоры с 23 предприятиями.